Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Разворот. В студии работает Вадим Родионов, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 звоните, а также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv и в фейсбуке на страничке Радио Болтком, Болтком, Через К, Радио Болтком. Вот так пишите и присоединяйтесь. Михаил Шейтельман у нас в гостях сегодня, политтехнолог, бывший генеральный директор телеканала ТВ-5 и ближайший советник Бориса Березовского. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с вашей биографии. Я прочитал, когда готовился к интервью, что вы более 20 лет занимались маркетингом и консалтингом. Как политтехнолог участвовали в президентских и парламентских выборах в семи разных странах, возглавляли банк, золотодобывающую компанию, руководили телеканалами, интернет-ресурсами и другими медиапроектами. Вы себя кем считаете, в первую очередь, вот учитывая, сколько всего я перечислил? Как бы вы сами себя могли обозначить? Ну, если честно, когда я попытался все это систематизировать, то больше всего мне нравится выражение менеджер изменений. Есть такое понятие, у американцев оно прям распространенное. Это не только стартап, да, но когда приходишь в компанию, когда в ней проблемы, что-то исправляешь и уходишь. То есть это кризисный менеджер получается? Да, в каком-то смысле, да. Но изменения нужны не только когда кризис, и когда все плохо. Изменения бывают, когда все ровно, да, а хотят резко вырасти люди. Вот, например, тоже изменения. Кризисный менеджер, стартап-менеджер, менеджер изменений. Ваш период жизни, который обозначен в досье как ближайший советник Бориса Березовского, что это была за работа и как у вас получились взаимоотношения? У меня с ним взаимоотношения были достаточно долгими. До того, как я стал ближайшим советником Березовского, я руководил несколькими его проектами, где он был просто акционером. Тогда, естественно, с ним общался очень мало, потому что я был не более чем менеджер. Но последние несколько лет его жизни как-то мы очень сильно сблизились, и уже действительно вокруг него сформировалась небольшая команда, которая занималась как бизнес-проектами его оставшимися, немногочисленными, надо сказать, так и политикой всей, связанной с Россией и с Украиной, которой он занимался, и судом Березовский против Абрамовича. Вот это были проекты, в которых я вращался. — А на ваш взгляд, фигура Бориса Березовского, которую многие воспринимают как неоднозначную, вот ваше отношение к ней, именно как к политической фигуре, как к фигуре исторической в каком-то стиле? — Для меня эта фигура действительно историческая, прежде всего. Она неоднозначная, потому что Борис Абрамович, он менялся. Он менялся на протяжении своей жизни, менял свою роль, переосмыслял ее заново, именно поэтому он настолько неоднозначная фигура. Если 90-е, в которых я не был с ним знаком, это был бизнесмен, то в 2000-е, когда я с ним познакомился, это был уже не человек бизнеса. Я когда с ним начинал говорить о бизнесе, ему сразу становилось скучно, и я очень быстро понял, что он в нем просто вообще ничего не понимает, просто не разбирается. — То есть человек, состояние которого в 90-е насчитывало миллиарды долларов, не понимал бизнес? — Ну и в 2000-е насчитывало миллиарды долларов в начале 2000-х. Суд показал все его сделки, и сделка по продаже, например, акции Сибнефти за два с лишним миллиарда долларов, она была в 2002-м году. Но действительно, это бизнесмен 90-х. Тогда он был бизнес, в котором он тогда разбирался. Бизнес 2000-х, он абсолютно другой, он гораздо более системный, гораздо более западный. В этом бизнесе Борис Абрамович слабо разбирался, в общем, можно сказать, что ничего не знал. В этот момент для меня этот человек был скорее философом, ученым человеком, он же корреспондент Академии наук СССР, еще советской, системно анализирующим все процессы, происходящие в мире. И поэтому он для меня большой учитель, учитель именно философии, понимания мира на абстрактном уровне, которое мы, окружающие, должны были только приземлять, приземлять в конкретные проекты. Это его философское общее понимание. Но можно ли говорить о том, что Березовский был человеком, исключительно человеком 90-х годов? Нет, конечно, абсолютно нет. Я считаю, что это наследие Березовского, содержащееся в его статьях, в его высказываниях, оно еще будет работать долго в истории России. Например, у него есть программная статья, даже нельзя назвать статья, в общем, как в духе Ленина, такой труд, который называется «Манифест российского либерализма». Который нельзя сказать, что он на практике применим вот прямо сейчас. Но это программа развития России на долгие годы, если не сказать десятилетия. В философском смысле этого слова. Не в смысле, давайте мы вложим миллиард сюда, три миллиарда сюда, а вот как будет меняться Россия, как будет меняться ее система, народ и так далее. Поэтому я считаю, что у него есть несколько всего, несколько не так много. Это не Ленин со статамами, но философских трудов и высказываний. На ваш взгляд, на каком этапе Борис Березовский выпал из обоймы? Когда это произошло и что произошло? Почему он не вписался в новые реалии российские? Ну, это даже не нужен для этого мой взгляд. Есть объективная реальность. Он выпал из Кремлевской обоймы в 2000 году. Это абсолютно известные события. События эти заключались в том, что он просто не захотел в этой обойме быть. Это никак я... Вот тут уже начинается мой взгляд. Это никак не связано с его какими-то взглядами, я считаю. Потому что не был он никаким приверженцем каких-то особо либеральных или таких или других взглядов. Но он именно сам не захотел? Он сам не захотел, совершенно верно. Он не нашел своего места в новой структуре, когда к власти пришел Путин. Не нашел почему? Потому что Путин и его команда – это люди достаточно системные, которые решили успокоить, остановить развитие в каком-то смысле России. Дать России успокоиться. И весьма вероятно, что России и нужен был такой период. А Борис Абрамович – это человек вечных тоже изменений. Вечно стремящийся куда-то, что-то куда-то двигать. Он очень быстро увидел, что он этого делать не сможет при новой российской власти. И поссорился с ней. Ну, то, что поссорился – это не более чем форма. Ведь поссорился – это же не какие-то личные претензии и так далее. Но он считал себя сильнее на тот момент новой российской власти? Да, конечно. То есть, он ссорился с ней, понимая или, во всяком случае, утверждая себя в том, что он сильнее? С позиции победителя. Что вот он-то знает, как надо, а они вот не знают. Вот так вот он в этот момент считал. Что касается взаимоотношений Бориса Березовского и Романа Абрамовича, в кульминации стал суд, который проходил в Лондоне. Но, тем не менее, эти взаимоотношения как складывались на протяжении его вот этого периода, когда он был при власти, когда он был человеком влиятельным и так далее? Ну, здесь тоже это будет рассказ не мой, а то, что рассказывалось в открытую на суде, на котором я присутствовал все заседания, все несколько месяцев, в которые шел судебный процесс. Поэтому я могу только со слов участников, которых там было много, это все были свидетели, они говорили под присягой. Поэтому они раскрывали всю правду, и только правду. То отношения их были такие, что вот Абрамович, в отличие от Березовского, он действительно настоящий бизнесмен. Ну, именно человек денег, бизнеса, выстраивания отношений между акционерами, между компаниями. И в их бригаде у них было три партнера. Согласно утверждениям Патеркацишвили и Березовского, их было три партнера, согласно утверждениям Абрамовича ситуация была несколько иной. Три партнера, Березовский, Патеркацишвили и Абрамович. Каждый отвечал за свою сферу. Если Березовский отвечал за общие идеи и за отношения с верховной властью, с высшей властью России, то Абрамович в это же время решал проблемы, так сказать, на земле. В Сибири, с конкретными директорами заводов, с конкретными губернаторами местными. То есть он делал так, чтобы нефть текла по трубам. А Березовский делал так, чтобы нефть принадлежала им. Насколько справедливы, на ваш взгляд, оценки, которые в отношении Березовского нередко можно услышать, о том, что ему был присущ дух авантюризма? Абсолютно справедливая оценка. Большего авантюриста я в жизни не встречал. Я до встречи с Березовским считал себя авантюристом. Но в некоторых из его проектов и начинаний я отказался участвовать, уже будучи с ним достаточно в близких отношениях, отказался участвовать. Мне в прошлом пришлось сказать, что Борис, нет, это я не готов. Именно потому, что у меня столько авантюризма не оказалось. Это часто были достаточно безумные идеи, в которых риск был совершенно фантастического уровня. И иногда этот риск зашкаливал, я считаю. Что касается смерти Березовского, вокруг этой истории тоже немало тайн. Каково ваше мнение о том, что... Здесь я вам тайн никаких не могу даже раскрыть. Не потому, что я их не готов раскрывать, а потому... Ваше ощущение, может быть, от того, что... Вы знаете, тут, да, на ощущениях могу сказать, так как полиция-то никаких еще выводов официальных не сделала, вы знаете, да, что полиция еще не огласила результаты причины смерти. Не огласила. То есть официальная версия... Я могу поверить в самоубийство. Могу поверить просто в силу его состояния и его отношения. То есть его сломали все-таки? Его никто не сломал. Он сам, человек сам себя ломает. Никто никого не ломает. Это уже мое, конечно, мнение. Он зачем, почему-то посчитал, что это поражение на суде означает тотальный конец и так далее. Хотя, ну а чего страшного-то? Ну проиграли суд, в конце концов. Что такого уж? Я не понимаю. Но даже после поражения в суде он оставался обеспеченным человеком. Он не потерял все. Я понимаю. Да, у него сейчас есть некое наследство, которое там делят некие наследники, поэтому какие-то, безусловно, активы существовали. Да. Это не вопрос какой-то бедности и нищеты. Это вопрос поражения политического, поражения морального и так далее. Давайте примем звонок. Надевайте наушники. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Господин Шейтельман, в прощальной речи на ТВ-5 вы помните, какие предсказания вы сделали? Потом вы их повторили у Мамыкина на передаче. Что-то не сбывается ваше предсказание. Может, вы скажете, почему? Спасибо. Может быть, напомните, какие предсказания вы делали в прощальные вещи? Наверное, наш радиослушатель уже ушел с линии, но тем не менее. Да, конечно, я расскажу. Действительно, мои предсказания не сбываются, потому что я плохой предсказатель. Я предсказания эти делал о том, как быстро поменяется в России система власти, скажем так, и структура власти. Сказал я тогда о том, что, по моему мнению, она поменяется в течение двух лет. Тогда это было все на волне вот этих перемен, на волне Болотной, на волне событий 2011 года, когда я об этом говорил. Это еще Дмитрий Медведев в власти находился. Да. И, по моим ощущениям, вот та московская весна, назовем ее так, не русская весна, которая потом случилась в Донецке, а московская весна, которая происходила на рубеже 2011-2012 годов, мне казалось, что вот это и есть та самая волна перемен, которая приведет к либерализации, скажем так, российской власти. Ну, значит, я ошибся, да. То есть вы готовы признавать свои ошибки? Да, абсолютно. Вы выпустили книгу, которая называется «Не такой, как Тинькофф», если продолжить тему олигархов, тему про олигархов, о которых мы говорили. Почему Тинькофф? Во-первых, потому что Тинькофф не олигарх, абсолютно. Давайте тогда. Миллиардер, но не олигарх, давайте. Это очень важно, это очень важно. Олигархи все-таки это люди, которые сплавлены с властью, это и по определению классическому олигархи, это именно сплав власти и денег, и финансов. И средств массовой информации. И средств массовой информации, и финансового капитала. Тинькофф – это абсолютно типичный, а точнее наиболее яркий представитель российского чистого бизнеса. Чистого в смысле того, что он сделан не на политике, а именно по классическим американским образцам. Человек, четыре раза открывавший новый бизнес, четыре раза его развивший, четыре раза успешно продавший, и четвертый раз владеющий ныне банком, тоже частично уже выведший его на IPO, соответственно, частично реализовавший его акции. Это абсолютно блестящий бизнесмен, но он знаменит, кроме того, что он бизнесмен, еще и своими книгами двумя, которые написал. Одна из них называется «Я такой, как все». И вот я, читая эту книгу, вообще сделал вывод о том, что очень многие крупные предприниматели, написавшие свои книги и призывающие людей пойти по их пути, немного заблуждаются насчет природы человеческой, насчет собственной природы. Тинькофф, безусловно, не такой, как все вообще. Тинькофф – человек абсолютно безумной способности к риску, абсолютно безумной работоспособности, человек, который в 40 лет впервые проехал профессиональную велогонку, это тоже о многом говорит. А вот в целом народ, ну, в смысле люди, которых я вижу каждый день, они не такие. Нет у людей, и у меня в том числе, такого запаса адреналина, нет такой готовности к риску. Это, опять же, стрессоустойчивости. Стрессоустойчивости, вообще желания и готовности вот все поставить на карту. Он каждый раз, с каждым следующим бизнесом, ставит на карту абсолютно все. Даже в его книге описываются события вокруг его банка, где банк стоял на грани вот одного-двух дней того, что деньги есть или денег нет, это все кончится или это продолжится. То есть, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну, вопрос уровня риска, да, вот этот уровень риска, который может себе позволить Тинькофф, в силу своей какой-то природы и сущности. Не каждый себе может позволить. Именно поэтому моя книга обращена к тем, кто не такой, как Тинькофф, кто не готов вот так рисковать, кто хочет при этом зарабатывать, но не готов так рисковать. И таким людям я, собственно, и пытаюсь показать книги, как можно заработать не миллиарды, а, скажем, сотни тысяч. Но вы знакомы с Тинькоффом лично? Нет, я лично не знаком. То есть, он для вас стал примером именно как автор книг, о которых вы, собственно, и... Даже не только как автор книг. Почему он вынесен в заголовок? Да, потому что мне показалось, что сейчас для тех людей, которые читают бизнес-литературу по-русски, Тинькофф самый яркий представитель этой самой бизнес-литературы из тех, кто вообще... Из тех, кто сам русскоязычный, имеется в виду. Потому что из англоязычных там какие-то другие есть. Он ведет передачу свою в интернете делает, он очень ярко выступает там, он ведет блоги, и он самый активный из этих людей. Именно поэтому он, по-моему, стал неким фетишем для сторонних наблюдателей, для читателей, для тех, кто увлечен в бизнес-литературу. И так как моя книга обращена, безусловно, к тем, кто уже и так читает бизнес-литературу, а не к тем, кто никогда ее в жизни не читал, то я вот и решил ответить тому, кого считаю лидером этой русскоязычной бизнес-литературы. Михаил Шейтельман, гость программы «Разворот сегодня». Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Мы продолжаем в эфире программы «Разворот» в студии. Работает Вадим Родионов, помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас сегодня политтехнолог, бывший советник Березовского, бывший генеральный директор телеканала «ТВ-5» Михаил Шейтельман. Здравствуйте. Здравствуйте. Видеочат активно поставляет нам вопросы. И вот спрашивают наши радиослушатели Евгений. Как вы оцениваете фильм «Навального отчайка»? Путин не ведает, что делают бояре, или он в схеме? Вы смотрели, кстати, фильм «Навального?» Сам фильм полностью я не смотрел. Мне, честно скажу, было лень, потому что я прекрасно понимаю все, что происходит в России. Я понимаю, что все эти разоблачения, естественно, содержат очень большой процент точной информации. И все это правда. И вряд ли бы мне лично это что-то сообщило бы новое. Путин ли в схеме? Да, конечно. Ну, в схеме, имеется в виду, в какой-то конкретной криминально-уголовной схеме «Чайки»? Конечно, нет. Потому что Путин глава всего, всей этой системы. Поэтому ему все равно, кто конкретно из его подчиненных каким способом заработает. Он во всей глобальной схеме в этот момент. Он живет с капитализацией всей страны, а не с какого-то навара конкретного человека. А как вы считаете, власть Путина в России сегодня абсолютно? Или он является частью какой-то системы, которую, в том числе, не он контролирует, не он один? Вот как вы видите его сегодняшно? Так же, как любая власть в любой стране совершенно, может быть только иллюзия того, что человек полностью контролирует и полностью управляет страной. Путин зависит только от одной сущности. Это от российского народа. Вот от него он зависит. Он не может поступить поперек воли российского народа. Но это идеальная схема взаимоотношения власти и народа. Нет, это правда всегда. Путин не может сказать что-то, что на 180 градусов противоречит, или хотя бы на 90 противоречит воле российского народа. Он очень точно угадывает этот дух, он очень точно чувствует свой народ, и он очень точно говорит вещи, которые народ хочет услышать. А он не может перепрограммировать с помощью средств массовой информации, чтобы у народа было ощущение, что он хочет услышать то, что президент хочет народу сказать? Средства массовой информации способны развернуть общественное мнение на 10 градусов, на 20 градусов. В этом смысле. Но все равно у народа есть сущность, есть его сущностные потребности. Они сейчас вот такие. Так вот сложилась историческая ситуация. Они тоже могут поменяться, естественно, да, эти самые сущностные потребности. Но если говорить о том, чтобы кто-то еще хоть как-то контролировал Путина, то нет, во всем остальном он абсолютно полный монарх. Ну, как вот царь был. Царь был помазанник божий, правильно? То есть воля бога это транслировалось через царя. Но она же и воля народа, потому что это народ божий, божий помазанный богом, народ русский. Вот так примерно и сейчас происходит. Поэтому нельзя сказать, что Путин часть системы, он и есть система, он сам. Как у него все внутри, у Путина, так вот снаружи выглядит вся эта власть. А Путин, на ваш взгляд, это чей проект? Одно время говорили, что это проект Березовского. Там также вы сказали, что другие олигархические структуры и единицы тоже участвовали в его становлении. На ваш взгляд, Путин был создан кем? На мой взгляд, Путин это проект Путина Владимира Владимировича. А вот при этом сам Путин Владимир Владимирович создан действительно советской системой, системой КГБ СССР, это ее продукт, абсолютно идеальный причем продукт. То есть это продукт без малейших примесей, без малейших изъянов. Вот так должна выглядеть страна, должна выглядеть мир, по мнению многих поколений, НКВД, КГБ, ЧК и так далее. То есть это человек из спецслужб? Абсолютно, да, нет. Именно вот почему, есть конкретно, зачем спецслужбы, это слишком абстрактно. Давайте конкретно, есть ЧК, который расстреливал людей, НКВД, которое погубило десятки миллионов, КГБ, которое засадило в тюрьмы вот эти все миллионы людей, погубило их, да. И вот ФСБ, нынешний продолжатель этого всего. И Путин ровно оттуда. И больше ниоткуда. То, что по дороге были люди, которые, естественно, помогали ему прийти к власти. То, что был Березовский, который создал его, как медийного персонажа, скажем, да. Например, Андропов не был же медийным персонажем до того, как стал Генеральный СК КПСС. Хотя он возглавлял КГБ СССР. Вот надо было еще сделать медийного персонажа. А что у Березовского были и возможности, и способности сделать это. Он нанимал для этого Доренко, он нанимал для этого Невзорова, там, и других, которые делали из Путина медийного персонажа. Поэтому и таких попутчиков, скажем так, в становлении Путина как президента, естественно, было, я думаю, достаточно много. Нынешние некоторые олигархи, уцелевшие, которых уцелело мало, конечно, из старой гвардии. Но вот они же тоже люди, которые обеспечивают эту самую власть Путина и делают его Путином, помогают ему. Но олигархи и Березовские в том числе, они хотели сделать из президента России Владимира Путина на тот момент подконтрольную фигуру. То есть их цель была в том, чтобы создать марионетку на том этапе после Ельцина? — Ну, здесь у меня могут быть только личные подозрения на этот счет. — Ваше предположение? — Да, это скорее-таки подозрения у меня, что да. Да. Думаю, что да. — То есть Путина недооценили, получается? — Да, конечно. Я думаю, что они действительно хотели так в целом. — Давайте звонок примем у нас на линии радиослушателей. Здравствуйте. — Добрый день. Михаил, вы, конечно, в курсе, да и все в курсе, что Борис Березовский является просто брендом 90-х. И такой яркой личности, такой самобытной и своеобразной уже нет в обойме олигархов. И, конечно, никогда не будет. В Березовске было всем интересно. Я думаю, уж и вам-то тем более. Я бы хотела, какой вам задать вопрос. Вот этот его, как говорится, просто водопадный гедонизм, желание жить, наслаждаться жизнью, все это выливало в его такие удовольствия, такие эскапады. Вам не кажется, что вот на такое количество бизнеса, когда там исчисляются миллиардами, это не соответствует? Ведь деньги, миллиарды, десятки миллиардов, они не любят такие эскапады. И в результате Бориса Березовского хорошо подставили. Я хочу вас спросить, что касается суда с Романом Абрамовичем. Пошел он на это? Ну, человек-то все-таки достаточно умный, естественно, аналитик. Как человек, загнанный в угол? Или он рассчитывал на чью-то поддержку? Спасибо. Спасибо. Как можете прокомментировать? Да, хорошо, там прозвучало несколько, сразу вопрос я по порядку тогда. Во-первых, по поводу гедонизма. Да, действительно, Борис Абрамович был великий гедонист. Он водил нас в специальный ресторан, есть щечки желтохвостика. Потому что говорил, что вот именно щечки, именно желтохвостика, вот именно в этом лондонском ресторане, вот так-то и так-то. Это меня, помню, потрясло в свое время. Потом я уже привык к его вот этому гедонизму. Ну, и вот, что касается этих самых миллиардов, у него не было десятков миллиардов, какие-то единицы миллиардов, да? Действительно, я считаю уже потом, задним числом, конечно, мы все умные, я тоже, что в этом была чуть-чуть некоторая ошибка Бориса Абрамовича в том, что он не до конца осознал, что миллиарды-то ему даны не для потребления личного, а для созидания какого-то. Тратил он их в большом количестве на личное потребление. И в каком-то смысле на разрушение, и на разрушение себя тоже. Вот, мне кажется, что все-таки западная модель, если посмотреть на очень богатых людей, предусматривает, что человек себя ведет несколько по-другому. Человек, на которого нагрузились эти миллиарды, вот почему-то, да, свалились на голову миллиарды. И эти люди, как правило, немножко по-другому живут в западной традиции, да? Вот это та традиция. То есть, есть культура, культура больших денег. Ведь на самом деле я это вижу в людях не только... Это не только про миллиардеров, это про любого человека. На меня лично, когда впервые свалились деньги, для меня большие, для меня большие, ну, какие-то там полмиллиона долларов, например, для меня это были большие деньги, я их, честно, проиграл в казино все. Просто потому... То есть вы пошли... Нет, не за один день, если я на это потратил, трудился над этим долго, потому что я просто не понимал, а что, как. Нет, я сегодня понимаю, что я просто не справился с управлением. Да, вот когда дадут человеку, который водил только Запорожец, сразу Урал, да, и он не справится с управлением. Вот я не справился. И у меня все время полные карманы этих денег. Так я что-то самое главное. Куда ходят самые главные? Вот они ездят на правильные курорты, вот казино, вот то, сё, пято-десято, некий образ жизни. Когда я сумел, к счастью, с этим всем остановиться, то со следующими деньгами я уже совершенно по-другому в своей жизни обхожусь. Вот, Борису Абрамовичу вот такая действительно проблема была. Теперь, что касается его суда с Абрамовичем, почему он на него шел, отчаяние или не отчаяние, нет, конечно, отчаяния в этом вообще не было, он был абсолютно уверен в победе, во-первых. Во-вторых, его целями в этом суде были, конечно же, не только денежные цели, но и политические, он считал, что это будет процесс над системой российской. А лондонский суд не позволил ему этого сделать, потому что лондонский суд тоже понимал, что Березовский рассчитывает сделать это процессом над российской политической системой. Но любые политические вещи пресекались судьей. Да, там были, конечно, элементы отдельные все равно, поскольку выступал на суде бывший глава администрации Путина, например, в качестве свидетеля на суде выступал. Вызывались туда некоторые люди в качестве свидетелей, тоже обреченные большой властью в России. И вообще весь этот процесс, на котором выступило, например, 7 миллиардеров выступило в качестве свидетелей, и эти люди, которые никогда ничего не рассказывали, это не те люди, которые написали книги по бизнесу. Абрамович до этого давал в жизни одно, и тот не интервью, даже какой-то есть кусочек его выступления в Чукотском Верховном Совете. И тут вдруг человек несколько дней подряд, по-моему, целую неделю дает показания, рассказывая всю правду про каждый заработанный доллар. Под присягой, да. А потом выходит Дерипаска и рассказывает какие-то куски из своей жизни. А потом выходит Невзлин, Михаил Черной, не помню, он там, по-моему, выступал в результате или нет. Это все вот эти миллиардеры 90-х вдруг рассказывают. Это была энциклопедия 90-х годов абсолютно, по крайней мере, для меня. Такая школа миллиардеров, университет миллиардеров, которого больше в мире просто не существовало до этого. Поэтому отчасти, конечно, что-то раскрыть удалось. Каждый день в лондонской прессе были громкие заголовки. Вот тогда во время суда практически каждый день на первых полосах был заголовок из этого суда. У коммерсанта был шедевральный, на мой взгляд, заголовок «Абрамович против Абрамовича». Ну, это было смешно даже и в лондонском суде, так как там висит огромное табло электронное, и там все это английскими буквами «Борис Абрамович», «Березовский» и так далее. Так еще и наш Баристер был Рабинович, поэтому Рабинович от имени Абрамовича, «Березовский» не был совершенно загнан в угол. Он сделал это, это был для него очередной политический ход, направленный против российских властей, который в результате у него отчасти, кстати, получился, по крайней мере, в пиарном эффекте, получился, много чего всплыло, много чего вскрылось. Мог ли он насчет того, что рассчитывал на чью-то поддержку, что он выиграет? Ну, извините, это все-таки английский королевский суд, да, это все-таки люди, вот эти судьи, люди поколениями, грубо говоря, выращенные в специальных инкубаторах в каком-то смысле, люди, прошедшие все проверки всего, те, которые судьи, и в объективность которых он верил до конца. Я при этом тоже совершенно не утверждаю, что эти судьи были необъективны. Да, действительно, вот этот процесс был проигран в ходе самого процесса, не заранее, он не был обречен совершенно. Он был проигран... То есть интрига оставалась до последнего? Он был проигран в ходе самого процесса из-за того, как выступал Абрамович хорошо и как плохо. В результате, как выяснилось, выступал Березовский не так, как надо выступать в лондонском суде. Он был не готов до конца, я считаю, непрофессионально выступал. Давайте еще звонок примем, у нас много радиослушателей на линии. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. У меня сегодня великий праздник, ушла в отставку бездарное правительство. Вот человек очень красиво говорил, я хотел бы, что бы он посоветовал Латвии, чтобы мы поднялись наконец-таки экономически, и какого лидера нам нужно? Я хотел этот комментарий услышать. Спасибо большое. Спасибо, но, наверное, я еще к этому мнению радиослушателей, к этому вопросу напомню, что вы также являетесь автором метода о деньгах и свободе под амбициозным названием. Метод Шейтельманета тоже, наверное, укладывается в контекст этого вопроса в какой-то стиле. Пожалуй, да. Я бы, что вопрос, какого лидера посоветую я Латвии. Во-первых, Латвия для меня тоже родная страна, я здесь живу уже много лет, поэтому это все я лично заинтересован в процветании Латвии напрямую. Я посоветую не иметь никакого лидера, и все беды, они от харизматичных ярких лидеров. У нас страна, в которой, к счастью, за последние годы сформировалось системное управление, то есть управляют Латвией институцией, а не какие-то личности. Плохое было правительство или хорошее было правительство в прошлом, я честно сказать не могу. Я считаю, что в нашей стране, вот при ее маленьких размерах, ничего не должно зависеть от правительства. Вот ничего. У нас здесь, нам не надо помощи от правительства. Пусть у нас будет как в Китае, когда в Китае, как говорят... Там компартия у нас запрошена. Нет, как в Китае древнем, где было сказано в Дао Дэ Цзин, что хороший правитель тот, о котором народ знает только то, что он существует. В принципе, у нас всего 2 миллиона человек. Мы можем своими руками в этой стране построить все, что угодно. Нам для этого не нужно никакое правительство. У нас здесь нет какой-то там нефти, у нас здесь нет какого-то атомного оружия, которым надо управлять. Что нам нужно от правительства? Построить несколько дорог, так они уже построены. Ну, отремонтировать их? Ну да, надо. Максимальное либеральное законодательство? Надо. Все, больше ничего не надо. И вот, по-моему, после 2008 года, все, что происходит в Латвии, это блестяще совершенно, то, что происходит после 2008 года. До 2008 года была иллюзия. Была страна иллюзии того, что вот сейчас тут какая-то недвижимость, какие-то левые инвестиции, рабочие настройки, зарплаты 2000 лат. Ребята после школы шли покупать себе Porsche Cayenne, потому что они строительными рабочими работают. За эти 7 лет, когда все это 7 лет назад лопнуло, все это кончилось. И сегодня я вижу, как вырастает целое поколение людей, которые строят свои маленькие бизнесы. Маленькие бизнесы, ориентированные на экспорт. На экспорт и в Россию, и в СНГ, и на экспорт в Западную Европу. Когда говорили перед вступлением Евросоюз, что вот нас Евросоюз сейчас захватит, потому что мы им нужны как рынок сбыта. Мы, 2 миллиона человек, нужны 400 миллионному Евросоюзу как рынок сбыта. Это мы захватили Евросоюз. Мы к себе присоединили 400 миллионов человек с огромный рынок сбыта. Нам есть, что им предложить. Это сегодня растет на глазах. Посмотрите, самый простой для меня гениальный пример. Позавчера я ходил в комнату Escape Room, вот это где квесты. Я узнал, оказалось в 47 штуках в Риге. 47 Escape Room'ов. И оказывается, люди из Европы, из Западной, приезжают специально в туры по Escape Room'ам в Риге. Понимаете, что вот это называется предпринимательская инициатива. Мелко, не обязательно ничего, не надо строить огромных заводов. Вот один Escape Room инвестится от 2 до 6 тысяч евро. Построили, привлекаешь, через интернет рекламируешь, привлекаешь. Вот это мы все можем. Не надо нам правительства вообще никакого. Ну, в смысле, формально, да, по мелочам, чтобы выполняли инструкции Брюсселя, и все свободны. Никаких харизматичных лидеров больше. Хорошо, в завершение нашей программы я небольшой анонс. 9 декабря в 19.00 в Малом зале кинотеатра Splendid Palace состоится презентация новой книги Михаила Шейтельмана «Не такой, как Тинькофф». Вход на презентацию свободный. Для предварительного бронирования лучших мест звоните по телефону 266-508-84, 266-508-84. Также можете найти страничку мероприятия на Facebook и там зарегистрироваться. В общем, приходите и общайтесь с Михаилом Шейтельманом напрямую. Те, кто не успел сегодня дозвониться, у нас было много звонков. Не все мы, к сожалению, смогли принять, но, тем не менее, будет возможность продолжить. Спасибо большое за этот разговор, спасибо, что пришли. Спасибо. Эфир провел Вадим Родионов, помогал мне звукорежиссер Евгений Копеин. Далее в эфире новости, а потом программа «Болтком онлайн». Будем обсуждать отставку премьер-министра Лаймдута Стравима. Оставайтесь на наших волнах. Редактор субтитров А.Семкин